Самосущее добро пришло на землю, и творит такие дивные дела, и люди в ожесточении сердца не принимали его. И сейчас то же самое, мы переносим наше время, так же не принимая дивные дела Божьи. Одно из дивных дел – это возрождение этого поселка. Богу нашему славу во веки веков. Аминь. Аминь. Я бабочку поймала. Ваня. Божьи, милый, и будь я. Дальше. Дальше. Отче нашу премьеробинку. Детверти старт, тупы и дает воля Твоя, как оно не веселее земли. Хлеб нашего священ в наших дни, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем долгникова нашего, мы не веди нас в искушение, но избави нас от пута воды, на твоей сад спустя и слава воды. Отче всех на тебя, Господи, уповая, и дыши тысячего благоврения, и натверждающих и щедро зубов, исполняет всякое любое благоволение. Аминь. Так, Михаил Николаевич, заложите, как у нас дострел было, когда я ушел? Пока я не ушел, было все под контролем. Двое у меня были. Замечание Кириллу во время песнопений. Кстати, это, наверное, при вас даже было, я его отдернул. Кирилл на него крикнул. То есть я пел-пел, смотрю, он там что-то с антишей баловался, или что он там делал. У него, ты никого, ты про себя рассказывал, никого, не надо. Он, 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 потому что я, в общем так, я просто, эти слова исключительно лексиконно. Я тебя за что выставил оттуда? Устроил там свалку бегать? Так, нет? Да. Летел со всех, но в кем ты бежал? В районе. В власти. Когда мы шли на костер, заранее проработали. Как? Там я еще раз вас проинструктировал. На нарушение попер. А какая нужда в этом-то? Еще раз говорю, ни один немец на это не пойдет. Вот на что вы идете на преступление? Это преступление. Против общественного порядка. Ушел, я их выставил. Нерешенные картошки, ничего, но заграду выставил. Они нарушают, там бегают, там падать нельзя, там огонь. Там везде все пошатухшееся надо управлять. Как бы оно не рухнуло. Ничего не понял, просто моего отхода еще успел нахватать. А из-за чего? Высокоумнее. То есть от тебя высокого полета у тебя есть. Вчера работали со мной, было нормально. Сам придумай, какое накопание. Ну, не бойся тебя ущемить, а? Без четвертого. Без четвертого, говорите? Какого четвертого? Без пряника, наверное. Без пряника. Какой пряник? На дороге вот, а ты пряник. Илюша был предупрежденный. Что он там делал в замещании? Я его выставил. Он с другой стороны зашел, не зашел вовнутрь, а оттуда. Я его предупредил, показал, вон машина стоит, иди к машине. Ближе не подходил уже к лагерям. Когда я поехал домой, он один идет, уже прошел вошел. Я его посадил на велосипед и довез до Глушковых. Ну, дальше там плохая дорога, и они пошли. Он ушел. Илюша, который вообще не подчиняется. Только Маку руководит. А почему? Один раз я его в загон впустил. Помнишь? Перещал он. Он очень хорошо понял. Вчера я гляжу, а они, кстати, с Шестепаном, с Степой. Он на деревьях играет там. Я видел, смотрите на деревьях, там около Глушковых. Подъехали, не ломайте если. Потом еду, Аркустину, гляжу, а они на пачечке, знаете, которые крутят стены, а они на них залезли. Увидели меня и сразу присели и спрятались и спрятались. Это особая степень отчужденности. Они боятся, то есть прячутся от старых, от старших, от взрослых. Им они не нужны. Это уже за пределы, за грани общения с человеком. Я туда вокруг объехал, они с другой стороны. Деревья, им не видно меня, они знакомы. Я потихоньку подъехал, а Степа залез высоко. Вот там круг на кругу лежит. А внизу, который видно, говорит, бросьте вниз. На руках понесут тебя ангелы. Вы знаете, кто кому говорил, когда Христос на крыльях храма стоял? Когда я помолил их сюда, где он теперь идет. Они быстренько к родителям. А родители должны. Я поговорил, общение не полезное. Потому что Степа, говорит, он тоже плохие слова говорил. Этот Илюша. Теперь у Илюши призы очень, щетки призы с основания. Играет компьютерные игры играть. Все. Компьютерные игры играть. Вы по одному говорите не хором. Здесь хором хорошо, а говорите по одному. Компьютерные игры играть. Компьютерные. Компьютерные игры играть. Ну вот и все. Рождествовать. Значит, родители сразу его отстранили. Чтобы больше не приходили. Нас прячутся от пожилых. У нас валютины были такие. Раиса. Ты чё согнулся, Паша? Ну, гляди, я вот на рубашке стою. Чё ты запомирал? Я бы снял даже рубашку, чтобы позволено было. Ты наоборот распрямись. В ластучке есть дети сейчас. Это самое теплое время. Весь артон уже скорчужился. Мы уже порядок наведенный. А то Илюша никому не подчиняется. Подчиняется. Не правда, что не подчиняется. Ни мать, ни отец, ни бабка. Даже Венька над ним власти не имеет. Ведь это, как сказал, словно уже стоит. Вот ещё лучшее доказательство. Пригумай сам себе наказание. Никакой искусы не давать. Ну? Ну? Я не знаю скоро. Я знаю. Сидесятой скамейки будешь. Мешаешься первого, второго, третьего и четвёртого. Да, деда? Хорошо, Паша? А вижу, что ты с удовольствием говоришь. Ты с радостью возьми. Сам возьми на себя. Накажи так, чтобы прощился. Это четвёртого мешается. Гляди-ка ты. Я воюю. Я четвёртый. Иди на сам сюда. Как тебе? Здорово. 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 Главное. Как мне показалось, у Агнии не было палочки в руках. Да. Наташа отдала, она попросила. А какая там с вами девочка появилась? Кто? Тася. Она у тебя взяла? Нет, я ей дала, она мне попросила. Понятно. Но ты её принесла домой или нет? Принесла. Значит, все давно приехали? Да. У нас это готово. А что ещё нужно петь? На костре они вне Вигвама стали там бегать, толкаться, типа бороться. За пятьдесят метров я сказал. Не за пятьдесят, за пять сантиметров от Вигвама примерно. И бороться. А если думают они петь, бороться только в одном месте. Нигде другого пальца не бросать. И тяни рукава. Мы вчера пораньше ушли. Потому что уже половина спит. Может не половина, поменьше. А другие бегают уже за Вигвам. Поэтому это им не нужно. Я говорю, пойдёмте пополим. У нас костра определённое назначение. Это картошка, пение, стихи, рассказы. А кому нужно другое? Я предупредил деревенских. Они всё нормально ведут тебя? Да? Уже... Когда поют, полное абсолютное должно быть полчание. Не разговаривать. Не можешь петь, не мешай. Кому надо, за пятьдесят метров дальше, и там тихо тебя ведите. Разговаривать. Так. Сам себе наказание придумай. Потому что это вот двойное. Двойное. Уже за станом, уже за Игвамом. И продолжаешь. Разговаривать не будет за обедом. Ничего не будешь. Разговаривать за обедом. Ничего не будешь. Разговаривать за обедом. Хорошо. За каждое слово, которое ты скажешь, получишь горящий. Ты понял? Да. Вообще неплохое придумал. Ты согласился? Да. Тогда затракаешь. Ни одного слова. Вы все ловите их теперь. Да. За каждое слово, один горящий. Приходишь, еще дорогой больше идешь, остальные растягиваем. Так, Игнать Тихонович, вот Отрак тоже во время пения. Он не то, что разговаривал, а чуть-то не кричал. У него было звонки такой. Я скажу, от чего у него. Да. Его сильно-сильно зацепил дьяволку. У него веры нет в Бога. А дальше нету. Ты ни чем не отличаешься. Ни чем не отличаешься. Ни чем не отличаешься. А щедрико. Компании он начинает с такой, как говорят, душа компании обычно. Я знаю. Вот он идет. Где вот там что-то безбожное, он постоянно слипается. Где божественно, он начинает кореживать его куда-то идет. Понятно? Воротить мешает где-то. Да. Воротник, подбородок никогда не суньте. Это буты и делают так. Пожалуйста. Обдумай, пожалуйста. У тебя веры не в священное писание. У тебя веры вообще никакой нет. Нет. Нет веры. Что если человеку душа, все остальное не имеет никакого. Умер. Закопали тебе все. Лопух на могиле растет. Ты думаешь, умер и ничего не отмечать, да? Нет. Не обманывайтесь. Бог поругаем. Не бывает написано. Что человек сеет, то и пожнет. Где? За гробом. Где? Бог живет. Бог живет, щупать, деньги берет. Ничего с него нет. Вот там, там. Я тебе ничего не могу дать. Я только знаю, что если ты не опомнишь, жизнь твоя намного короче будет. И ты проживешь в великом страдании здесь на земле. У тебя все враги будут. Бог так сделает. Друзей у тебя не будет. Ты всего будешь бояться, как антиновый листик перекусать. Потому что надежды на Бога нет. Где Бог, там крепость. Там сила. А Бог? Где Бог, там большинство. Один хотя бы ты остался. А ты боишься того, боишься третьего. Ты уже сейчас страхом переполнен. Ты воды не случайно боишься. Видимо, утонуть должен. А это, как вы знаете, наверное, как одержимость какая-то у него. Я так наблюдаю. Я это говорил уже. Я ему говорю. Да Господь сотворил чудное творение. Где Валентина у меня? Я боюсь. Я сказал, что все были здесь. Почему обоих-то нет? Они ничего не знают. Я с ней уже говорил на эту тему. Я говорю, у Вани. Давай. Паша. 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 Паритина. Я же предупредил. Все должны быть здесь. Мы можем там сдвинуть минуту, но здесь не теряй. Речь идет о внуке своем. У него неблагополучное положение в душовье. У него веры нет. Они верующие Богу представляют всего лживым. Писание его не интересует. У него страх. И страхи эти приходят... Что такое страх? Это лишение помощи от растутка. Повторите. Страх это лишение помощи от растутка. Это говорит не кто-то примудрый соломон. У него страх, он ужас как боится. В воде стоим вот в таком положении. Он вот так вот. Я вот давай плыть. Вот такой вот и я рядом. Неужели ты утонешь здесь никак? Он чуть-чуть, а дальше вот так винтом кверху. Он не знает как перевернуться. У него какой-то ужас просто нечеловеческий. Молиться надо. Это или от родителей, или где-то допустили сатану. У него веры нет, что у человека есть душа. Сатана говорит, ничего тебя за это не будет. Ты безобразничай. У него только одно на уговоре. Я какой, но сейчас девочки. Это главный у него корень. Это твоя смазливость уйдет. Прирежут тебя казахи где-нибудь. Ты не выйдешь даже в Россию. Вот восхищается парень. Он такой. На парня не говорят красивый, там, симпатичный или как-то. А уже заранее было понятно. Рукава не тянуть. Не одни, не тяни рукава. И так все. Едва-едва только познакомился. С девушкой когда-то ходил. Ну, увидел ее там. У нее там где-то родинка. Ну, затеял, чтобы ее достичь. А она вышла замуж. И вот он где-то там были, я не знаю, какая-то вечеринка. Этот Гурам Гегишинт пишет. Такой писатель гурзинский. И он решил, пока они здесь, разговаривали с ее мужем. Он как будто вышел. А там скорее туда пришел, с ней стал говорить. Они вместе учились в школе-то. И он стал к ней приставать. Как она закричала громко. А тому что-то сделалось тревожно, он домой пошел. Пошел он дома. Понятно, что тут было. Гурзин. Но он с достоинством вышел. И пошел. И уже выходя из ограды, обернулся. Это последнее, что он видел в этой жизни, говорит. Тот вышел, и оба ствола прозвучали во след. И распахнулись перед ним рота-ады. Вот и все. Это Гурзин. Он ничего живым не сделал. За то, что он его постигнул только, он уже живым его не выпустил. Помните это? Понятно. Ты помнишь? Кто лежал на этом, опрокидывался, смотрел под подолом. И стоял. За чем залез туда? В другой трактовке никакой нету. Качаются девушки, летят туда. Он лег туда, чтобы она подолом над ним встала. Это не один. За 44 года этого не было. Нет. Повторяю. За 44 года ни одного куща такого не было. Еще мне голову дырить вздумал. Я предупредил тебя, становись. Раз ты не понял, ты не нужен. Становись. Внимательно слушай, что я тебе говорю. Это тебе сгодится. Проси у Бога веры, поешь другим. Я тебе сказал, а ты не понял. Так. Хорошо поняли? Пустите язык. А здесь будете есть. Платочки. Так. Минутку. У нас новый человек. Выйди сюда. Нам гость приехал. Как звать или счастье? Откуда? Погромче. Меня зовут Жанна. По-французски ищет Жанна. По-французски это Иоанна. Такая транскрипция. Так. На сколько? Наши правила знаете, если в церковь пойдете, чтобы ни одной надписи не было. Ну вот это наша паста. Потом познакомитесь. Все. Смотрите. Платочка. У кого нет платочка? Геннадий Тихоль. У нас карасик снова появился. Кто? Здесь. Ты на костре пил? Как не пил? А кто ходил искал воду? Я показывал еще с той стороны зайти. Ну понятно. А мне сказал не пил. А сейчас один раз. Я ему верить не могу. Ну ты пил. Значит так. Ты сюда приходил к башку подходил? Матрасы хорошо закрыты. Сейчас ничем не занимаешься. Только стирать руками будешь. Никто тебе этого делать не будет. Прыгать нельзя. Хотя бы после обеда. Никаких вечером компотов не давай. Заходи. И вечером, Игнать Тихольевич. Футбол. Володя. Вот за этим смотреть нам. Футбол он не играл. Он наиграется. Ой, бить, бить. Ну и в итоге. Все, все. Не подходи к башку ни разу здесь. Ты у меня будешь спать. Ну как? Я здесь. Сегодня я здесь. В серии, где спит ребенок, есть старший. У меня такой вопрос. Старший поднимает его ночью на горшок? Я правильно говорил. У нас девочка говорил. Девочку поднимают каждую ночь на горшок. Она один раз вот пока биться. Валя поднимает. Больше никого. Ты поднимаешь его на горшок хоть одну ночь? В эту ночь нет. Почему? Потому что я в три часа лег. Понятно. Ты мог в три часа прийти и его поднять? Не поднял его. Не поднял его. Не поднял. Не поднял. Ребенку нужно проявлять тоже любовь. Вечером третьего ему вообще не давать и не походим по щеку. Ты понял? Иначе ты меня соплеешь, что кусайся. За стол. Слышали меня? Фрося и Нестор. Руки с вылом. Мойте быстрее. Фрося. Ты дежурная. Шевелись быстрее. Горячая. Горячая. Осторожно. Горячая. Котя. Котя. Не знаю. Не знаю. Так. Быстро за стол шадите. Время уже число. И я опустил. Кишка кишке сулит по башке. Быстрее за стол. Горячая. Горячая. Ну нам бы теперь Кирилл и Арсения поймать. Ловите ее со всех сторон. Так. Где у нас еще? Стоп. Ходи. Стоп. Вчера были на... На пастбище. Попорная где-то одна оказалась. Наказанная и просили. Но плотка у нее как есть. А не львенская машина. Так. Садитесь. Что дежурно? Да. Оденься по форме. Так. Внимание. Аминь. Аминь. Музыка. Музыка. Кружку, да еще. Кружку. Кружку, да еще. Они потом ее куда попали? Ни куда. Воды попьете ложкой и назад возвратить кружку. Музыка. Передайте. Это на две. На два стола. Это на один. Так. Ну где мои подопечные? Музыка. Это самые маленькие. Для них отдельно. Вот так. Морковочка. Так. Где еще кто у меня? Тарасик. Тарас. Так. Тимоша. О. Тертая морковка с огурцом. Смотри на дна ласточка. Видишь? Она в гнезде. У нас везде ласточки. В церкви. Так. Кому я не дал-то еще? Тарасик. Где от него? Тарасик. Так. Вот спуховики. Вот это тазик. Тихонько. Пропустите Тарасика. Скажи какая красота у него. Яна, дай-ка, Господи, дам покушать, что у меня тут, чем я угощаюсь. А где вот такие? Это при работе на компьютере каротин это лучше. Так, кто пил? Правый хлеб. Тут гвоздь торчит, надо будет выскочивать. Забить. Все, сейчас вы можете садить. Сюда подается сначала так, чтобы граждан, а потом в самом маленьком, а потом в салоне. Сюда. Сюда. Да.